Как Вы относитесь к критикам? Кто из студий шоу «Танцы с зерками» самый строгий на Ваш взгляд? Ну, мне кажется, ну, до критики я отношусь очень хорошо, потому что критика – это вектор, куда тебе нужно двигаться, это очень круто. А так, самый строгий, ну, напевно, для меня – это Влад Яма, потому что он, наверное, такой правдивый, а мы же правды себе емся, правильно? Ну, и кухар. Екатерина Игоревна, она четко. Турлянчик хреновый – на тебе шестерку, все. Носочек натянул – на тебе восемь. Семь. Девятых десяток не видать. Монатик очень крутой. Ему все подобается. Он такой добрый, он такой, вы хотите себя поднять на руки, и так и вальси закружить, и дать ему ударных, и все дела. Дуже-дуже-дуже крутой, очень хороший человек. Поэтому он всегда ставил хорошие оценки, даже когда там были что-то восьмерки, я не помню. Были или не были, уже не помню. Но все равно это было так классно. Такие-такие хорошие. Владя Мачотки. С кухаром мы очень сильно подружились. Ей очень нравится наша донечка Лизочка. И она уже пригласила на свои концерты, на балеты. И я так думаю, что я продолжу заниматься этим направлением. Может, какими-то танцами. Мне очень понравилась студия «Дюсайд». Там Монатик занимается, там Влад Яма у него. Ну, короче, это такая студия, куда хочется прийти заниматься. Мне очень понравился стиль хип-хоп. Хоп и все. Вообще, это направление. Это не стиль танца, это направление. Мне очень хочется заниматься именно этим. Кто его знает, может, куплю себе крутые кроссовки. Куплю себе шорты охрененные. И педуга цепа. Расскажите немного о втором сезоне «Одного разу под Полтавою». Это не второй сезон, это уже четвертый. Мы сняли, цим летом мы сняли четвертый и пятый сезон. Мы сняли 40 серий. «Одного разу под Полтавою». Это продолжение истории. История Юрчика Яринки. И рядом с ними кума Веры Мента Саши и деда Петра. Очень много нестандартных поворотов в сюжете. Очень много экшена. Эти серии стали более ярче. Они очень крутые повороты в сюжете. И темы. Мы выбрали такие темы, что, как на мой взгляд, они очень нестандартные. По всем стандартным темам мы уже пришли. Теперь пошел. Что с пополненной программой. И пока бьем рекорды. Полтава прямо в порядке. Вона, кстати, ограничится с танцами зверками. Но она идет на канале TED. А танцы зверками на плюсах. Они практически разом. Сейчас в эфире идут игры приколов. Расскажите, на какие темы вы там шутите? Вот. Игри приколи это тоже шоу, которое идет на плюсах. Оно идет каждый пятницу. Мы сняли пять серий. Игри приколи. Я так думаю, что впереди еще. Продолжение. Игри приколи это очень авантюрная штука. Мы сделали максимум. Такого в Украине еще никто не делал. Такое шоу. Такого масштаба. С такими людьми. С таким поворотом. С лучшими комиками. Я не побоюсь этого слова. Украины. И с невероятным авторским составом. С очень крутыми продюсерами. Ну короче. В это шоу вкладена душа. И самое главное. Дуже много времени. Каждого из нас. Цей час. Миряется не годинами, которые мы проводим в павильоне. А. Руками. Кожа людина. Пройшла в юмор. В кавене. В лизе смеху. В сериалах. И так далее. И так далее. Там мы раскрываем обычные. Побутовые темы. Якие знаем абсолютно всем. Социальные темы. Темы, которые на слуху. И я так думаю, что это шоу будет набирать оборотов. Конечно, мы подавилися на это шоу. Потому что мы сделали это шоу в Украине первыми. И я так думаю, что до нас не допрыгнет никто в этом. Это я скажу точной суверенностью. И далее. Треба это только совершенствовать. Что впереди у нас очень много часов. Вчера вы исполнили номер образа стариков. Как вживались в роль. Илона брала у вас уроки актерского мастерства? Илона не брала уроки актерского мастерства. Разумеете, Илона. Кстати, она зараз. Она дуже выбачилась. А она трички захворила. Она ей там и ухо прострельнула. И мышцу зажала ей. Ну короче. То есть, дуже хотел, чтобы мы вылетели. Вот. И у нее что-то получилось походу. Потому что Илона подкосило дуже круто. И она зараз с пластом лежит на диване. И не встает. Она очень круто. Очень мощная девушка. Она прямо огонь баба. Я бы так назвал. Поэтому, когда я ей что-то скажу. Что, понимаешь, что надо так. Трички она скажет. Так. Юра. Все. Все нормально. Все. Все хорошо. И все. И кудись ушла. Все. Пусть у нее кофе там что-то. Там что-то позвонит. Там что-то там кто-то. Что-то где-то как-то. Ей невозможно что-то сказать. Она скажет. Я Наталья. Все. Я все знаю. Я все умею. Она все умеет. Она молодец. У нее все получается. И что самое интересное. Это правда. Спасибо. Чем увлекается Лиза и Рия? Вот. Лиза увлекается Рией. А Рия увлекается Лизой. Они две очень крутые подружки. Мы постоянно разум. Стараемся быть там на днях народжения разум. Стараемся быть там на святах разум. Илонка очень редко берет Рию. Потому что Рия ходит в сад и все дела. А Лиза только готовится к садику. Туда уже ходит. А по два часа, по три часа. Потому что она без мамы не может. Рия в этом плане самостоятельна. Хотя Рия на один год молодше за Лизой. Рия получается два исполнилось. А Лизе три. Такая штука. Увлекаются. Ну. Рия увлекается мамой. А Лиза увлекается папой. Ну конечно так. Вчера в номере Могилевской приняла участие Ваша Юра доченька Лиза. Это ее первый выход на такую большую сцену. Да. Да. Это первый выход. И это идея Наташи. Наташа очень попросила. Сказала. Если мы не против, то было бы очень круто. Все таки очень крутые слова. Сразу же. Без проблем. Для кого для кого? Для Наташи. Она молодец. Она прямо идет как танк. А танки грязи не боятся. Тому на танк можно садить любых детей. Танк будет идти вперед. Дети будут чистые. Поэтому все хорошо. Ваша доченька Лиза Ирия регулярно приезжали поддерживать вас на площадку и стали настоящими детками за кулисси. С кем из звездных участников они проводили больше всего времени? Кто стал их другом? Ох. Тема Гагарин. С Лизой. Пусть и нубавился. Кто еще? Екатерина Игоревна. Дуже Лизу полюбила. Дуже круто. Могилевская Наташа. Вот. Так. Кто еще? Так. Я сейчас полный список все сдам. Ну а такси. Разумеете мы даже приходили с собачкой. С бусинкой. Мраморная карликовая такси. Но она тоже там бегала. Тоже всех разряжала обстановку. Потому что это очень напряженная атмосфера там. И. А. Дуже. У нас есть два режиссера. Две Наташи. И они прямо в Лизу. Прямо вот. Ну прямо. Вася Козир. Это главный хореограф. «Танцы с зерками». Он тоже. Он постоянно в Инстаграме вставляет. Ну так. Лиза просто она такая. Мы ее воспитываем так, что. Потребно быть светлым. Добрым. Искренним. Честным человеком. И она вот такая. И она такая маленькая. И она. В этом же выявле все нравится. Она очень маленькая. И еще. Три ручки. И она такая светлая. Хорошая. Все отлично. Я так думаю, что так все будет так. Спасибо. Кира спрашивает. «Танцы с зерками» поменяли ли Вашу жизнь? Да. Почал меньше жертв, меньше пить. Меньше. Все. Меньше. Почал. Работать. Больше танцев, меньше все остальное. Вообще жизни не было. Это два с половиной месяца тупо мы вкалывали. Понимаете? Это ну. Кожен Божен день. Спочатку было знаете как? Спочатку было. Ребятки. Мы Вас ну. Дуже сильно травмировать не будем. Мы Вас ну. Давайте по сім годин в день. В смысле? Ну. Ви просто трішечки позже начинаете. У нас получается. Мы снимали игры приколи. И. Потем я сразу. З игры приколи. Сразу же. На следующий день. Пошел танцевать. Он сказал. Ну что. Семь годин. Потем я так. Мы пропрацювали десять днів. Я сказал. Ребята. Ну конечно хорошо готовиться. До одного танца. Но это можно двойнуться. Вот. И нам сделали доброе. Окей. Чотири. Убрали три години. Чотири години. Кожен Божен день. Ни дня. А. Був один день. Коли Илонка сказала. Что в ней Рия трішечки захворела. И. Илона позвонила мне. Я уже ехав. До танцевального залу. И она позвонила. Сказала. Юрочка. Прости пожалуйста. Я зараз еду. В больнице. Все дела. Там все. Рия заболела. Я говорю. Конечно. Да. Вопрос нет. Я приехал. Як бурный. Так. А что я могу? Я могу размяться. Я трішечки поразминався. Минут 30. И понял. Что так. Ну тогда можно. Можно в кино сходить. Можно еще чем-то позаниматься. Оце був у меня вихідний. Все. Кожен Божен день. Два с половиной месяца. Там можно двинуться. А у ребят, которые сейчас будут заниматься танцами. У них три танцы. И четверти общий. Четыре танцы. А? Может и хорошо, что мы на хрен пошли. Поехали.